Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. MAN, американский суперлинкор 11 уровня. Продолжение ветки развития легендарной Монтаны. Одного из первых топовых линкоров игры. Сейчас разберемся, насколько суперновинка интересна и как она смотрится по сравнению с Монтаной. Но помним, что корабли еще тестируются и ТТХ могут измениться. Итак, линкор назван в честь американского штата Мэн. По-американски это Мэйн, но по-русски, мне кажется, будет правильно называть так же, как и штат на русском, то есть Мэн. Схему бронирования корабля мы пока посмотреть не можем, но в описании сказано, что броня будет приличная. Так что по логике она, скорее всего, чуть лучше Монтаны. То есть неплохо, но далеко не танк. А вот ПТЗ составляет 51%. Это очень хорошо. У Монтаны 37%. Вообще у почти всех остальных суперлинкоров ПТЗ находится в районе 30%. Ганновер, Ушаков по 3%. Только у Сацумы лучше, 59%. По количеству боеспособности, по сравнению с Монтаной, у Мэна тоже солидный прирост. 115100 против 96300. Почти 20%. Маскировка в базе 17,6. Это всего на 300 метров хуже Монтаны. В полной прокачке в Инвиз разница будет еще меньше, что достаточно хорошо при 20% прибавке к боеспособности. Скорость корабля в базе 30,4. Что на 0,4 узла быстрее Монтаны. Мелоча приятна. Интересно, что время перекладки руля даже лучше, чем у Монтаны. 20,1 против 22,2. Две секунды это ощутимо. А вот радиус циркуляции похуже. 10700 против 950. ПВО значительно мощнее Монтаны, у которой оно довольно-таки неплохое. А тут еще ощутимо лучше. Особенно за счет более чем в два раза мощной дальней ауры. Такое ПВО часть самолетов будет сбивать до атаки, а не после. К тому же у Мэн имеются эльфийские боевые инструкции, которые дают бонус постоянного урона к ПВО 25% на 45 секунд. То есть это примерно половина мощи от заградки. Так что авикам этот корабль не понравится. Еще боевые инструкции уменьшают урон от пожаров и затоплений на 65%. Что просто прекрасно. ПМК по цифрам как у Монтаны. То есть какой-то роли оно здесь не играет. И в целом по корпусу пока вырисовывается корабль с живучестью гораздо лучше, чем у Монтаны. Боеспособности больше на 20%. ПТЗ и ПВО сильно лучше. Плюс особые инструкции. И при этом маскировка лишь незначительно хуже. Все это очень серьезная прибавка и заявка на то, что корабль будет жить долго. А насколько счастливо, зависит от его огневой мощи. И тут все уже интересно и своеобразно. С одной стороны у Мэн 16 орудий вместо 12 у Монтаны. Калибр и урон тот же. Баллистика, судя по начальной скорости полета снарядов, тоже. И получается, что по весу залпа Мэн это как если к Монтане прикрепили бы еще одну треть Монтаны. То есть на треть мощнее. Кто много играет на Монтане, тот знает, каким ломающим может быть ее залп. А тут еще плюс 30%. Перезарядка орудий Мэн дольше. 35 секунд против 30 у Монтаны. Но по ДПМ мы видим по табличке, что корабль мощнее Монтаны на 14%. Максимальное рассеивание снарядов примерно такое же, как и у Монтаны. А вот Сигма 1,7 против 1,9. Так что по точности Мэн будет похуже. Что особенно станет заметно на дальних дистанциях. Дальность стрельбы линкора в базе примерно как у Монтаны. Чуть больше, чем у нее. 24,2. Но в отличие от Монтаны нет корректировщика огня. Так что в дальнем бою преимущество Мэна в огневой мощи перед Монтаной уже будет уменьшаться. Хотя, конечно же, в нашей замечательной игре слишком многое зависит от рандома. А 30% в весе залпа, как ни крути, себя проявят. Так же, как и более высокий ДПМ. Но наиболее сильно разница в мощи будет видна на средних дистанциях. Мэн создан именно для таких дистанций. Для ближнего боя у него нет каких-то особых преимуществ. Ни ПМК, ни торпед, ни особо мощной брони. В дальнем бою уже может сказываться нехватка точности. А вот на средних самое то. И это правильно. Нефиг стоять у края карты. Мэн будет вознаграждать нагибом именно активных игроков, способных выдерживать среднюю дистанцию без упарывания в ближний бой и без отхода слишком сильно на дальняк. Так что в таком виде линкор выглядит привлекательно для любителей Монтаны и не только. Отличная живучесть, в том числе хорошая защита от авиков и торпед. Высокая огневая мощь. Эльфийские боевые инструкции. А за все это лишь немного ухудшают маскировку и маневренность. На данный момент линкор выглядит отлично и желанно. Это вам не бедолага Ушаков. Посмотрим, что будет с ним дальше. Буду держать вас в курсе. Жмите колокольчики и подписки, чтобы не пропустить ценную информацию по Мэн и не только. Видео по кораблям на этом канале выходят каждый день. А кто подгребет на бусте, тот найдет еще 40 уникальных видео. В том числе обучающих по всем типам кораблей. Нужные ссылки в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжин. Субтитры сделал DimaTorzok